всем привет меня зовут николай алексеев с вами снова снасти здрасьте сегодня половину рыбу с андреем старковым все кто следит за нашим творчество видели что мы тестировали костюм поплавки раздельные там и и не раздельны бушлаты и андрей старков дал мне свой сухой так называем поплавок от компании финтрей он говорит что в нем можно плавать аж до 40 минут при температуре 4 градуса и даже больше сушен я каячил у него в норвегии на в севере в каким-то очень немыслимом количестве водоема в том числе и в зимний период и как видишь плавал в нем отдел или гавадил с переворачиваться на каяки забираться у него вновь представьте там шкеры в норвегии например или камчат холодно вообще не тепло и то есть ну нормально короче ну да он практически полностью герметично 10 обтюрация на шейке вот здесь вот на ручка куда не затекает вода а больше на собственно затечь никуда не может так что не дали голову только в голову через отверстие ушной и руки еще нужно до руки вернута же здесь нет все так как я вижу они есть а здесь просто обтюрация туда она не затекает на неопрен неопренда и соответственно если тебе надо поплавать вдруг ну мало ли да что там заболел у тебя случилось одеваешь неопреновые перчи вот так вот очень плотно раз и теоретически то если даже попадает водичка она нагревается от тепла твоих рук и ты не мерзли ну какое-то время воде может спокойно себя чувствовать и это крутой костюм для того чтобы сделать пару классных фоток с рыбой порядок с лодкой погнали тестировать вот все нормально не успел закрыть рот на тихо воды для эксперимента мы привязали меня к настоящему спиннинговом удилище от компании fox race терминатор в тесте до 60 граммов обычная катушка трехтысячная и андрей попробовал повываживать 80 почти килограммовое тело из воды что из этого вышла смотри стоять коля смотри-ка медведь против не кажется я пока лидирую калю не греби я все никаких шансов у коля у нас есть принципа боевал отпусти поля жена очень любит вяленых иди сюда пока разматривается рацион еще не устал но скоро он выдохнет вот так и на рыбалке чуть-чуть подустала рыбка и мы ее вы начинаем выкативать все 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 урчит неплохо похоже на какого-то тюлей выглядит довольно жестко ну вот так а ху 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 давай греби калюни всего времени еще все все Всё-всё-всё, да, сухой. Всё! Дайте рыбе жить! Жить! Жить хочу! Как будем брать? Под горло или в брюшко открыть? Фу, как тяжело с удочкой тут социдевляться. Ну как тебе? Есть у тебя шансы сопротивить терминатора? Фух, не знаю. Сопливый похож на моржа. Как же тяжело рыбе сопротивляться, а? Это всего лишь судакой. Так я 75 килограммов, а рыба там... Ноль шансов. Килограммовый судачок. Не знаю, сколько времени прошло, начинает... Холод поступать к ягодицам, но внутри всё сухо. Ноги в тепле полностью. Ну вот ягодицы и затылок. Потому что когда при первом падении выпадал, вода залилась в капюшон, и она там тяжело нагревается, может быть. И когда отгребал я от катера, ещё немножко залилось, и вот оттуда холодно. Но внутрь не проходит? Нет. Так как я всё-таки под воду ушёл, как я понимаю, я же не видел, но под воду я ушёл. И мне затекла вода в капюшон, и там немножко было прохладно, потому что шапка намокла, стало не очень. Внутри сухо и комфортно. Но по прошествии там какого-то времени, уже ближе к концу, похоже в костюме какая-то есть маленькая дырочка, и у меня ягодица немножко намокла. Причём локально намокла, значит всё-таки это надо посмотреть, что в костюме можно заклеить какую-нибудь дырку. Потому что костюм уже там 4 или 5 лет используется, и дырочка где-то может место иметь быть. Если вам понравилось наше видео, жмите палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих выпусках, если не заболею. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok